Послание к римлянам святого апостола Павла И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство, так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависть и убийства, распри, обмана, злонравия, злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательны на зло, непослушны родителям, безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиримы, немилостивы. Они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти, однако не только их делают, но и делающих одобряют. Итак, неизвинителен ты, всякий человек, судящий другого, ибо тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя, потому что, судя другого, делаешь тоже. А мы знаем, что поистине есть суд Божий на делающих такие дела. Неужели думаешь ты, человек, что избежишь суда Божия, осуждая делающих такие дела, и сам делая тоже? Или пренебрегаешь богатство благости, кротости и долготерпения Божия, не разумея, что благость Божия ведет тебя к покаянию, но по упорству твоему и нераскаянному сердцу ты сам себе собираешь гнев на день гнева и откровения праведного суда от Бога, который воздаст каждому по делам его, тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, жизнь вечную, а тем, которые упорствуют и не покоряются истине, но предаются неправде, ярость и гнев. Скорбь и теснота всякой душе человека, делающего злое, во-первых, Иудея, потом и Елена. Идолы не боги. Бог есть один, и через Христа даровано спасение верующим. Не боги те, кого чтит чернь. Все это видно из следующего. Были когда-то цари, которых близкие к ним, по царственному воспоминанию, стали потом чтить и после смерти. Им учредили храмы, и чтобы удержать в изображении лики усопших, извояли статуи, закалывали жертвы и торжественно праздновали дни, им посвященные. Впоследствии то, что ближайшими было сделано в свое утешение, для потомков сделалось священным. Посмотрим, в частности, везде ли так было. Милицерты Левкотея низвергаются в море и делаются потом морскими божествами. Касторы умирают попеременно, чтобы жить. Эскулап сжигается молнией, чтобы стать богом. Геркулес испепеляется огнями горы Аэты, чтобы перестать быть человеком. Аполлон пас стада Адмета. Нептун построил Лаомидону стены, и несчастный строитель не получил платы за свой труд. На острове Крите можно видеть пещеру Юпитера, и там показывают гроб его. Известно, что он изгнал оттуда Сатурна, и страна, куда этот скрылся, получила название Лациума. Сатурн научил письменам, и первый в Италии стал чеканить монеты, оттого и казнохранилище называется Сатурновым. Занимался он и земледелием, и потому изображается стариком, несущим косу. Его, изгнанного, приютил Янус, от которого получил название Яникул, и месяц Януарий, и который изображается двуличным, так что, стоя как бы посередине, он смотрит, по-видимому, на год наступающий и приходящий. А мавры явно чтут царей, и этого ничем не прикрывают. И потому почитание богов изменяется по различию народов и областей, так что не всеми почитается один бог, но у каждого соблюдается собственное почитание своих предков. Александр Великий в знаменитой книге пишет к матери своей, что жрец, из боязни его могущества, передал ему тайну о богах-людях, о том, что сохранение памяти предков и царей послужило поводом к обрядам празднований и жертвоприношений. Но если боги рождались когда-либо, то почему не рождаются и ныне? Неужели Юпитер состарился или Юнона сделалась бесплодной? Да и почему ты считаешь могущественными для римлян тех богов, которые против их оружия не могли отстоять своих, ибо мы знаем отечественных богов римлян. У них есть Ромул, через клятво преступления Прокула, сделавшийся богом. Есть Пик, Тибирин, Пелюмн и Конц, бог обмана, которого Ромул, после вероломного похищения собинянок, велел чтить как бога советов. Таций нашел и почтил богиню Клоацину, Гастилий, Павора и Паллора. Вскоре, не знаю кем, обоготворены Фебрис, Алка и Флора, распутные женщины. Вот боги римские. Далее, Марс Фракийский, Юпитер Критский, Юнона Аргосская, Самосская и Финикийская, Диана Таврическая и Мать Богов Идея, а также египетские чудовища, это не божества, потому что если бы они имели сколько-нибудь силы, то свои царства сохранили бы для своих. Правда, есть у римлян и побежденные пенаты, которых принес беглец Эней. Есть и Венера Плешивая, которая гораздо гнуснее, чем Гомерова изъязвленная Венера. Что касается царств, то они переходят не по заслугам, а меняются поочередно. Так прежде, как известно, владычествовали астерияне, медяне и персы, царствовали греки и египтяне. Потом при преемственной смене властей пришло время и римлянам владычествовать над прочими. Но начало их царствования приводит в стыд. Собирается толпа из злодеев и разбойников и, учредив убежище для безнаказанности преступлений, увеличивает свое число. Затем, чтобы царь был первым и в преступлении, Ромул делается братоубийцей, и чтобы ввести супружество, полюбовное дело начинает раздорами. Похищают, свирепствуют, обманывают для увеличения числа граждан. Братья у них — это нарушенные права гостеприимства и жестокие войны с родными. Самое высшее достоинство у римлян есть консульство, но и консульство началось так же, как и царство. Брут умерщвляет своих сыновей, чтобы молвою о таком злодеянии возвысить славу этого достоинства. И так не через соблюдение религиозных обрядов, не по предзнаменованиям и прорицаниям возросло владычество римлян, а просто они сторожат улучшенное время до известного срока. Впрочем, Регул послушался предзнаменований и был взят в плен и побежден. Манцин тоже держался религии и попал под иго. Павел держал у себя цыплят для ворожбы по съеденным ими зернам, и однако был убит при каннах. А цезарь, пренебрегая прорицаниями и предзнаменованиями, которые запрещали ему плыть прежде зимы в Африку, тем удобнее доплыл туда и победил. Во всем плутни, обман и обольщение глупого и легковерного народа признаками, затемняющими истину. Есть нечистые блудящие духи, которые, погрязши в мирских пороках и через пристрастие к земному, отделившись от силы небесной, не перестают, сами погибшие, губить, сами развратные распространять разврат. Поэты знают их под именем демонов, и Сократ рассказывал, что он от демона получает наставление и управляется его произволом. Знаменитейший из волхвов Гастан, отвергая возможность видеть образ истинного бога, говорит, что престолу его предстоят истинные ангелы. С этим согласен и Платон, который, признавая одного бога, прочих называет ангелами или демонами. Гермес Трисмегис тоже говорит об одном боге и называет его непостижимым и неоценимым. И так под статуями и изображениями скрываются эти обоготворенные духи. Они наитием своим вдохновляют сердца прорицателей, оживляют нервы изгнанников, управляют полетом птиц, властвуют над судьбами, производят прорицания, примешивая всегда ложь к истине, так что и сами обманываются и обманывают. Они тревожат жизнь, беспокоят во сне и, вторгшись в тела тайно, устрашают умы, уродуют члены, портят здоровье, вызывают болезни, чтобы заставить чтить себя. Когда же, насытившись запахом алтарей и кострами животных, оставляют то, что обдержали, тогда кажутся целителями, потому что врачевство от них и заключается в прекращении их навета. Главная забота их — отвлекать людей от Бога, отводить людей от разумения истинной религии к суеверному почитанию себя, и, так как сами они осуждены на казнь, искать участников казни в тех, кого обманом успеют увлечь к участию в своем преступлении. Однако же, когда мы заклинаем их истинным Богом, они тотчас уступают, признаются и вынуждаются выйти из обдержимых ими тел. Смотри, как они от нашего голоса и действия сокровенного величества бичуются, жарятся как бы огнем, от прибавления продолжающейся казни растягиваются, воют, стонут, умоляют, вслух самых почитателей своих сознаются, откуда пришли и куда пойдут. Потом или тотчас выходят, или исчезают постепенно, смотря по тому, как тут содействует вера страждущего или помогает благодать врачующего. За это и стараются они поселить в толпе ненависть к нам, чтобы люди стали ненавидеть нас, прежде чем узнают, дабы познавшие не стали подражать нам или не перестали осуждать нас. Итак, один есть Господь всех, Бог. Величие Его не может иметь совместника, потому что Он Сам всемогущ. Для единодержавия Божия возьмем пример и от предметов земных. Начиналось ли, когда совместное царствование верностью, или оканчивалось ли оно без кровопролития? У Фивиан родство нарушено, и даже смертью не прекращался разлад в кострах враждебных. Римских близнецов, которых вместе носила одна утроба, не могло вместить одно царство. Помпей и Цезарь были родные, и, однако, не сохранили естественного союза из-за ревности к власти. Да и неудивительно видеть это в людях, когда тоже замечается во всей природе. Одна матка у пчел, один вожатый в стадах, один предводитель в табунах. Тем более один есть правитель мира, который все сущее удерживает словом, располагает разумом, совершает силой. Его нельзя не видеть, он слишком светел для зрения. Не осязать, он слишком чист для осязания. Не оценить, он выше понятия. И мы тогда почитаем его достойно, когда называем неоценимым. Какой же храм может иметь Бог, которого храмом есть весь мир? Как заключить силу такого величества в одно небольшое здание, когда и человек живет роскошнее? Ему мы должны поклоняться в нашем уме, чтить его в нашем сердце. И не ищи имени для Бога. Бог — имя ему. Слова нужны там, где нужно поразить чернь собственными отличиями названий. А для Бога, который и есть только один, все заключается в слове «Бог». Он один и везде весь присущ, так что и чернь во многих признает одного Бога, когда ум и уши получают напоминание о своем виновнике и владыке. Часто слышим, как говорят «О Боже, видит Бог, поручаю Богу, да воздаст тебе Бог, как угодно Богу, если даст Бог». Потому-то величайшее преступление не хотеть познать Бога, которого не знать невозможно. А вот по порядку о Христе и о том, как через Него даровано нам спасение. Сперва благодать у Бога имели иудеи. Так древле они были праведны, так предки их соблюдали уставы религии. Оттого и царство их достигло самого цветущего состояния и произошло величие рода. Но потом, когда они, сделавшись небрежными, ненаказанными и гордыми, слишком понадеявшись на своих праотцев, презрели божественные заповеди, то потеряли дарованную себе благодать. А о том, как сделалась нечиста их жизнь, как оскорбительно нарушали они религию, они сами свидетельствуют теперь, если не словом, то событием. Рассеянные и бледные, они скитаются, лишенные своей земли и неба, ищут приюта у чужих. Между тем, Бог еще прежде предвозвестил, что при склоне века и за приближением кончины мира Он соберет себе от всякого языка, народа и места чтителей более верных и более послушных. И те будут почерпать от божественных даров ту благодать, которая дарована была иудеям, но которую они, через нарушение уставов религии, утратили. И вот распорядителям благодати и наставникам благочиния посылается Слово, Сын Божий, просветитель и учитель рода человеческого, предвозвещенный всеми прежними пророками. Он, сила Бога, Его ум, мудрость и слава, вселяется в Деву, Дух Святой одевается плотью, Бог соединяется с человеком. Он, Бог наш, Христос, посредник между Отцом и нами, облекается в человека, чтобы привести его к Отцу. Христос захотел быть тем, что есть человек, чтобы и человек мог быть тем, что есть Христос. Иудеи знали, что Христос придет, потому что пророки в предсказаниях своих всегда напоминали им о том. Но так как у пророков означалось двоякое пришествие его, одно, в котором надлежало ему по действиям и образу явиться человеком, а другое, в котором признали бы его Богом, то иудеи, не уразумевшие первого пришествия, тайно предшествовавшего в страдании, веруют только в одно то, которое откроется в могуществе. Такое непонимание со стороны иудеев было заслуженным следствием грехов их. Они были наказаны слепотою в мудрости и разумении, так что, будучи недостойны жизни, они не видели жизни, хотя и имели ее пред очами. И потому, когда Иисус Христос, как это предсказывали прежде пророки, словом своим и повелением изгонял из людей бесов, исцелял расслабленных, давал зрение слепым, способность ходить хромым, воскрешал мертвых, заставлял стихии слушаться себя, ветры служить, моря повиноваться, ад уступать. Иудеи, считая его по смирению плоти и тела только человеком, по свободе власти признавали волхвом. Учители их и старейшины, которых он посрамлял учением и мудростью, воспламенившись гневом и вознегодовав, преследовали его, и, наконец, захватившие предали римскому правителю Сирии Пилату Понтийскому, насильственно и упорно требуя его распятия и смерти. Он и сам предсказывал, что они так поступят. Да и все пророки свидетельствовали прежде, что ему надлежит пострадать не для того, чтобы претерпеть смерть, но чтобы победить, и что пострадание ему снова надлежит возвратиться в Вышнее, чтобы показать силу Божественного Величества. Таким образом, течение дел исполнило веру. При посредстве палача, будучи распят, он волею испустил дух и в третий день снова волею воскрес. Явился ученикам своим таким, каким был, так что, увидевши, они узнали его. Оставаясь вместе, видимый по телесному существу, он пробыл с ними сорок дней, наставляя их заповедям жизни и научая тому, чему потом они должны были учить. Затем он поднят на небо, окружившим его облаком, да возведет к Отцу, как победитель, человека, которого возлюбил, в которого облегся, которого избавил от смерти. Он снова придет еще с неба, но уже с силой у карателей и с властью судьи, для наказания дьявола и для суда рода человеческого. Между тем, ученики его, согласно повелению учителя и Бога, разошлись по всему миру, чтобы преподать заповеди ко спасению, чтобы от тьмы заблуждений привести людей на путь света, слепых и неведущих просветить к познанию истины. Для большей же твердости доказательства, для более верного исповедания о Христе, они искушаются пытками, крестами и многими видами казней. Присоединяется болезнь, свидетельницы истины, чтобы Христос, Сын Божий, данный людям для жизни, был возвещен не только проповедью слова, но и свидетельством страдания. Ему-то мы сопутствуем, Ему следуем, Его имеем вождем в пути, начальником света, виновником спасения, который ищущим и верующим обещает небо и Отца. Христиане, и мы будем тем, что есть Христос, если будем подражать Христу. Святитель Иоанн Златоуст Толкование на Евангелие от Матфея Слышасти, яко речену бысь древним, не прелюбы сотвориши, аз же глаголю вам, яко всяк иже воззрит на жену, кое же вожделетье я, уже любоейству с нею в сердце своим. Глава 5, стихи 27 и 28. Раскрыв во всей полноте первую заповедь и возведшая ее к высшему началу духовной жизни, Спаситель в порядке постепенности переходит затем и ко второй заповеди, следуя и в этом случае порядку заповедей древнего закона. Но, быть может, кто скажет, что это не вторая, а третья заповедь, да и самая заповедь не убий, не есть первая. Первая заповедь «Господь Бог твой, Господь един есть». Ввиду этого можно спросить, почему Спаситель начал свое учение не с этой заповеди? Итак, почему же? Потому что, если бы начал с первой заповеди, ему надлежало бы ее раскрыть с большую полнотою, а, следовательно, пришлось бы говорить и о себе самом. Между тем, предлагать подробное учение о себе самом было еще не время. Кроме того, до известного времени он предлагал только нравственное учение, желая и своими наставлениями, и своими чудесами наперед убедить слушателей, что он и есть Сын Божий. В противном случае, если бы он прежде, чем преподать нравственное учение и совершить чудеса, сказал, «Вы слышали, что сказано было древним, «Я Господь Бог твой, и кроме меня нет другого Бога», а я говорю вам, что и мне должны воздавать такое же поклонение, как Ему», то он всех бы заставил только смотреть на себя, как на беснующегося. Если и после его проповеди и многих знамений называли его беснующимся, когда он говорил о своем богоравенстве даже прикровенно, то чего бы ни сказали, чего бы ни выдумали, если бы он в самом начале решился сказать что-либо о себе самом, как о Боге. Между тем, сохранив учение о божестве своем до удобного времени, он тем самым для многих сделал это учение удобоприемлемым. Вот почему Спаситель теперь и умолчал о нем. Он сперва расположил к нему слушателей знамениями и высочайшим нравственным учением, а потом уже и на словах открыто выразил его. Итак, теперь он открывает его мало-помалу совершением знамений и самым образом учения. Предписывая заповеди и восполняя закон с божественную властью, он тем самым постепенно возводил внимательного и благоразумного слушателя и к уразумению догмата о божестве своем. Евангелист говорит, что слушатели дивились его учению, потому что он учил не так, как их книжники. Евангелие от Матфея, глава 7, стих 29, Евангелие от Марка, глава 1, стих 22. Итак, начав с главных наших страстей, то есть гнева и пожелания, поскольку эти страсти сильнее в нас действуют и более других свойственны нам, Спаситель с великую властью, подобающую законодателю, исправил понятие о них и со всей точностью определил их сущность. В самом деле он не сказал, что только любодей наказывается, но что он сказал касательно убивающего, тоже говорит и здесь, назначая наказание из-за любострастный взор, чтобы показать, в чем состоит превосходство его предкнижниками. «Воззревый на жену», говорит он, «Кое же вожделетье я, уже любодействово с нею в сердце своем?» То есть, кто привык засматриваться на телесную красоту, уловлять прелестные взоры, услаждать таким зрелищем свою душу и не сводить глаз смеловидных лиц, тот уже любодействует. Христос пришел избавить от злых дел не только тело, но еще более душу. Так как благодать Духа Святого мы принимаем в сердце, то Спаситель прежде всего его и очищает. Но, как скажешь, возможно освободиться от пожелания? Если только пожелаем, то очень возможно и его умертвить и сделать недействительным. Впрочем, Христос запрещает здесь не всякое пожелание, но пожелание, рождающееся в нас от воззрения на жен. Кто любит смотреть на красивые лица, тот больше всего сам возжигает в себе пламя страсти, и, делая душу пленницей страсти, скоро затем приступает и к совершению пожелания. Потому-то Христос и не сказал, кто вожделеет, кое же любодействовате, но и же воззрит, кое же вожделете. Когда он говорил о гневе, то делал некоторое ограничение словом «всуе» и напрасно. А, говоря о пожелании, не употребил подобного ограничения, но всецело воспретил пожелание. Хотя гнев и пожелание равно нам врождены, и не без цели находятся в нас именно гнев для того, чтобы нам наказывать злых и исправлять беспорядочно ведущих себя, а пожелание для того, чтобы нам рождать детей и таким образом преемственно сохранять род наш. Итак, почему же Спаситель и здесь не употребил ограничения? Если углубим внимание, то и здесь найдем весьма большое ограничение. В самом деле, он не просто сказал, кто пожелает, потому что можно желать и сидя в горах, но «Иже воззрит, кое же вожделете». То есть, кто сам воспламеняет в себе пожелание, кто без всякого принуждения вводит этого зверя в спокойное свое сердце. Это уже происходит не от природы, но от нерадения. Такое пожелание возбраняется и в Ветхом Законе, когда говорится «Не назирай чуждые доброты». Сирах, глава 9, стих 8. Далее. Чтобы кто не сказал, какая беда, если я посмотрю, но не буду увлечен страстью, Христос угрожает наказанием и за самое такое воззрение, чтобы ты, слишком надеясь на себя самого, не впал бы таким образом после в грех. Но великий ли грех скажешь ты, если я посмотрю и пожелаю, но ничего худого не сделаю? Нет. И в этом случае ты равняешься с любодеями. Так определил законодатель и ты не должен более любопытствовать. Когда ты посмотришь так один, два, три раза, то, быть может, еще в состоянии будешь преодолеть страсть. Но если постоянно будешь делать и возжешь пламень страсти, то непременно будешь побежден ею, потому что ты не выше природы человеческой. Подобно тому, как мы, видя дитя, держащее нож, хотя и без вреда для себя наказываем его за это и запрещаем впредь прикасаться к нему, так и Бог запрещает страстное воззрение еще прежде действительного преступления, чтобы нам когда-либо не впасть в самое преступление. Кто однажды возжег в себе страстное пламя, тот и в отсутствие виденной им женщины беспрестанно строит в воображении образы постыдных дел, а от них часто переходит и к самому действию. Поэтому Христос запрещает и любодейное движение сердца. Итак, что скажут те, которые имеют у себя сожительниц медевиц. Они по определению закона виновны в бесчисленном множестве прелюбодеяний, потому что ежедневно смотрят на них с вожделением. Потому то и блаженный Иов положил себе главным законом никогда не позволять себе такого воззрения. Книга Иова, глава 31, стих 1. Действительно, когда посмотришь на женщину, то уже труднее воздержаться от наслаждения тою, которую любишь. Притом удовольствие, получаемое нами от воззрения, не так велико, как велик вред, претерпеваемый нами от усиливающегося пожелания. Таким образом, мы сами усиливаем нашего противника, даем больше свободу дьяволу, так что оказываемся уже не в состоянии отразить его, если впустим его внутрь себя и откроем для него свое сердце. Поэтому-то спасители говорит, не прелюбодействуй глазами, тогда не будешь прелюбодействовать и сердцем. Можно смотреть на женщин и иначе, именно так, как смотрят целомудренные. Поэтому-то и спаситель не вовсе запретил смотреть на жен, но только смотреть на них с вожделением. А если бы он не имел такого намерения, то сказал бы просто, кто воззрит на жену. Но он сказал не так, а и же воззрит кое же вожделете, то есть кто взглянет для того, чтобы усладить взор свой. Не для того Бог создал тебе глаза, чтобы ты делал их орудием прелюбодеяния, но для того, чтобы, взирая на его творение, благоговел пред творцом. Как можно гневаться в суе, так можно и смотреть в суе. Именно когда смотришь с вожделением. Если хочешь смотреть и услаждаться взором, то смотри постоянно на свою жену и люби ее. этого не воспрещает никакой закон. Если же ты будешь назирать чужую красоту, то оскорбишь и жену свою, отвращая от нее глаза свои, и ту, на которую смотришь, так как касаешься ее вопреки закону. Пусть ты не коснулся ее рукою, но ты коснулся своими глазами. Вот почему и такой поступок признается прелюбодеянием и прежде будущего мучения еще и в настоящей жизни повергает человека немалому наказанию. В самом деле вся внутренность наполняется беспокойством и смущением, поднимается великая буря, возникает ужасная болезнь и участь человека, претерпевающего все это, ничем не лучше участи пленных и заключенных ваковы. Притом нередко та, которая пускает смертоносную стрелу, удаляется от пораженного, а рана остается надолго. Или справедливее не она поражает тебя стрелою, но ты сам наносишь себе смертельную рану, смотря любострастными очами. Говорю это для того, чтобы оправдать целомудренных женщин. Но если кто из них украшает себя для того, чтобы привлечь на себя взоры встречных мужчин, такая женщина, хотя бы никого не уязвила свою красотою, подвергнется величайшему наказанию. Она уже приготовила отраву, растворила яд, но только никому не успела поднести отравленной чаши, или вернее, она уже и подносила эту смертоносную чашу, но только не нашелся желающий выпить ее. Почему же, спросишь ты, Христос в словах своих не касается и женщин? Потому что везде Он полагает общие законы, хотя, по-видимому, направляет их к одним мужчинам, говоря в назидание главе, вместе с тем Он дает наставление и всему телу. Он знает, что муж и жена суть единое существо, почему нигде и не различает пола.